Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. США начали киберборьбу с ИГИЛ. Соответствующие подразделения получили приказ атаковать компьютерные сети террористов. Таким образом, военное руководство открыло новый фронт борьбы с боевиками. С помощью компьютерных атак США намерены блокировать попытки ИГИЛ вербовать новых сторонников, прекратить коммуникацию между командирами и боевиками, а также помешать проводить денежные выплаты террористам. Американские кибербойцы будут раздавать от имени лидеров террористов приказы передвигаться в те районы, которые наиболее уязвимы для атак американских беспилотников или местных вооруженных сил. По словам замминистра обороны США Роберта Уорка, специалисты впервые приступили к использованию кибербомб. Российская агрессия против Украины несет угрозу безопасности Европы. Такое заявление сделал президент США Барак Обама на пресс-конференции в Германии. Лидер Соединенных Штатов Америки отметил, санкции против России нельзя отменять, пока Кремль не выполнит минские соглашения. Россия своей агрессией вопиюще нарушила суверенитет и территорию независимого европейского государства Украины. Это беспокоит наших союзников на востоке Европы, угрожает нашему видению цельной, свободной и мирной Европы. Эта агрессия угрожает прогрессу, которого достигли со времени окончания Холодной войны. После того, что Европа пережила в 20 веке, мы должны не допустить, чтобы границы определяли с помощью грубой силы. Поэтому нужно помогать Украине проводить экономические реформы и модернизацию армии для защиты независимости. Тем временем, за сутки в зоне Атония один украинский военный не погиб, трое получили ранения. На Луганском направлении боевики трижды нарушили режим тишины. На остальных ситуация более напряженная. Донецкий напрямок. Одразу после опівночі оккупанти здійснили грубе порушення минских домовленостей. Ворог відкрив вогонь из Гауби 700Б калибром 152 мм. Было выпущено близко 50 артиллерийских снарядов. Вогонь бился с відстані приблизно 20 км. Внаслідок обстрілу в селищі Правдівка Костянтинівського району Донецької області пошкоджено Православную церковь, в ней вибито шибкий. Мариупольский напрямок. Протягом доби, здебільшого вечора, противник здійснив низку обстрілів українських позицій та населеного пункту практично по всьому фронту. Найбільше їх відбулося у Мар'їнці та Широкиному. Внаслідок злочинних дій окупантів у Мар'їнці та на околишніх селах є проблеми з електропостачанням і призупинено ремонт газопроводом. Біженці устроили стычки з поліцією на границі Італиї і Австриї. Пікет проходил проти планов Австриї возобновити пограничний контроль на перевалі Бреннер в Альпах із-за наплува мігрантів в Італиї. Поліцейські использували балончики, щоб відтесніть колонну протестуючих. Одного із организаторів пікета задержали. Напомню, австрийська власть заявляла об усилении мер пограничного контроля с июня этого года. В то же время, мігранты із стихійного лагеря на закрытой греко-македонской границі іщут новые пути в Северну Європу. Под покровом ночі вони надеються попасть в Македонію в удалённих местах, де нет колючей проволоки і пограничників. Некоторим удається. Минувші виходні група 70 чоловік, все із лагеря і домені, змогла под покровом ночі попасть в Македонію, обойдя официальний контрольно-пропускной пункт. Ради цього вони преодолели около 20 км. В удамені на території Греції сейчас около 10 200 мігрантов. Многі думають о том, щоб попасть в Северну Європу нелегальним путем. «Есть шанс попасть туда через Македонію, але македонські военні можуть висловити вас обратно. Я хочу попробовать сделать то, що сейчас делают все. Другого выхода просто нет. Що нам делать? Що делать? Пусть вони поставять себе на наше місце. Як би вони поступили, оказавшись в нашому положенні?» Некоторі прокладують маршрут через границу сами, а хтось пользується услугами нелегальних перевозчиків. Это обходиться в 350-600 долларов. Напомню, ситуация на границе обострилась после того, как Македония і другие страны балканського маршрута закрыли рубежи. С тех пор мигранты стали скапливаться в Греції без возможности продолжить путь. Власть страны продолжает попытки убедити беженців стихий на Медомене переместиться в официальные лагеря. Но большинство отказывается, не оставляя надежд пересечь границу. Недавно Брюссель і Анкара подписали соглашение. Греція буде депортировать всех мигрантов обратно в Турцию, откуда они пребывают на переполненных лодках. Так людей пытаются отговорить от опасных путешествий по морю. Европа обязалась организованно принимать заявки на статус беженца у мигрантов с территории Турции. В Сербии прошли внеочередные парламентские выборы. Решительную победу одержала коалиция премьер-министра Александра Авучича «Сербия побеждает». За нее проголосовали около 50% избирателей. К выборам в парламент ранее призвал сам Вучич. Он объяснил это тем, что стране нужны 4 стабильных года для завершения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. Я думаю, это историческое событие – получить абсолютное большинство голосов, набрав их больше, чем два года назад, когда мы начинали проводить трудные реформы. Это необыкновенный результат. Сербия продолжит свой европейский путь. Мы будем стараться ускорить процесс. В парламенте Сербии 250 мест. По предварительным оценкам, от 137 до 156 мандатов получит коалиция «Сербия побеждает». В законодательный орган также пройдет блок «Социалистическая партия Сербии – Единая Сербия», который возглавляет первый вице-премьер-министр и глава МИД Ивица Дачич. Блок набрал 12% голосов. Около 8% избирателей поддержали сербскую радикальную партию, возглавляемую Ваиславом Шешелем. Немногим более 6% получила Демократическая партия Сербии. В общей сложности в выборах участвовали 20 политических партий и коалиции. Иран купит 16 тысяч новых автобусов. Об этом сказал директор по развитию в странах Персидского залива компании «Сити Транспорт Групп», в которую входят львовские и днепровские автобусные заводы. Страна проведет 10 тендеров на поставки в самые крупные города. Только в 2016 году в Тегеран могут направить до 2000 современных автобусов различные модификации. По словам коммерческого директора «Сити Транспорт Групп», сейчас главная задача компании – получить до 25% доли рынка поставок автобусов в Иран. Украина возобновила экспорт дефицитного антрацитового угля. Напомню, что добывать его можно исключительно на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас экспорт идет в Польшу и Молдову. Продали около 900 тонн, из которых 830 – поставки для Варшавы. Украинские школьники победили на Международной олимпиаде по экологии. Она проходила в Тбилиси. Всем участники приехали из 30 с лишним стран. Золотые медали получили двое наших школьников – ученик 11 класса из Житомира Василий Кусяк за проект «Особенности применения магниточувствительных нанокомпозитов для удаления загрязнителей окружающей среды». А ученица 11 класса Львовского технологического лицея Елизавета Подкопаева за импульсный сантехнический модуль для очистки канализационных коллекторов. Необычное применение бамбуку нашли предприниматели Ганны. Из него делают инновационные велосипеды. Их рамы не из стали, а из прочного и быстро растущего бамбука. Подробнее в следующем сюжете. Велосипеды из бамбука производят в Кумасе, втором по величине городе Ганны. Сборка не требует больших денег и затрат энергии, а также меньше вредит экологии. Бамбук – сырьё дешёвое. Он быстро растёт и неприхотлив. При этом прочен и долговечен. На фабрике, основанной два года назад, сейчас строится 20 специалистов. В цеху нет высокотехнологичного оборудования, всё делается вручную. Бамбуковым трубкам придают нужную форму, затем шлифуют. Когда рама готова, её покрывают лаком. На сборку одного велосипеда требуется около 40 часов. «Мы делаем городские, горные и шоссейные велосипеды. Также мы разработали две модели детских велосипедов». Все модели прошли испытания в Германии и отвечают европейским стандартам безопасности. В 80-х годах прошлого века некоторые компании уже пробовали наладить производство бамбуковых велосипедов. Но тогда потребители не оценили идею. Теперь же мир стремится к устойчивому экологическому развитию, и такой транспорт становится всё популярнее. «Мы экспортируем велосипеды в шесть стран – Германию, Нидерланды, Австралию, Польшу, Канаду и Тайвань. Очень скоро мы выйдем на рынки Великобритании, Финляндии и США». Такая фабрика по производству велосипедов – не единственная в Гане. Они начали открываться в стране с 2007 года в рамках проекта «Бамбу Байк Проджект», который запустили учёные из США. Цель проекта – помочь африканским странам победить бедность. «Проект бамбукового велосипеда помог нашей молодёжи, обеспечил ей рабочие места». Прежде чем приступить к работе, человек проходит специальное обучение. На производство берут и мужчин, и женщин. В Перу на территории археологического памятника Аспера нашли мумию знатной женщины. Ей 4,5 тысячи лет. Останки относятся к древней цивилизации Норта-Чика, известной также как Кораль-Супе. Археологи считают, что эта находка поможет им лучше понять древнюю культуру. «В поселениях цивилизации Кораль встречаются места погребений, но крайне редко. В этом случае мы нашли женщину возрастом 40-50 лет. Её похоронили вместе с предметами, которые говорят о высоком социальном статусе умершей». Цивилизация Кораль-Супе процветала с 30-го по 18-й века до н.э. в докерамический период. Она существовала на территории северо-центрального побережья Перу в регионе Норта-Чика. Руины поселения Аспера обнаружили в начале прошлого века. В конце 90-х археологи нашли ещё один памятник этой культуры – город Кораль. Жители древних поселений не изготавливали изделий из керамики, и произведений искусства у них было совсем мало. Но они возводили монументальные здания. Специалисты также считают, что люди культуры Кораль-Супе умели ткать. Предполагается, что у этой цивилизации была сложная система управления. Но как она функционировала, до сих пор неизвестно. Культура Кораль-Супе – самая древняя из всех известных в Америке. Строения того периода возведены через тысячу лет после появления цивилизации шумеров – одной из самых первых в мире. В Киеве проходит фестиваль писанок. На Софиевской площади представили 374 яйца. Художники оформили их в самых разных техниках. Чем решили удивить зрителей? В этот раз смотрите далее. Марина запечатлела дерево жизни и декорировала свою писанку орехами, желудями, фасолью и косточкой абрикосов. Я хотела показать, что для меня эти плоды – это символы надежды. Я хотела показать людям и святу, что большинство Украины в ее земле. То есть, что мы осием, то мы в результате и имеем. Всем известно, что наша страна славится лучшими Черноземами. А на этой песне изображен традиционный орнамент. Там представлены такие зерки – это знак солнца, знак нашего светила. Потом идут такие бесконечники, знак воды. Знак воды всегда означает здоровье или бесконечность людского жизни. Далее пташки – это провисники всего нового весняного, отроджения жизни, отроджения растительности. Организатор фестиваля Игорь Добруцкий говорит, рисунки на писанках – это своеобразные коды, которые передавались из поколения в поколение. Мастера верили, что их пожелания, отображенные в работе, непременно сбудутся. Автор писанки через саму писанку и роспись просит Бога, просит, чтобы все, что он намалювал от души, чтобы оно оберегало его и чтобы оно сталося. Фестиваль писанок продлится в Киеве до 9 мая, после чего отправится путешествовать по городам Украины, а затем поедет в Польшу. Это были главные события из жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.